Здравствуйте! Опытный завод в эфире и с вами я, Калашников против Эсту. Видео снято специально для сайта СуперМинга Би-Вай. Итак, сегодня продолжим разговор о сдвижном упоре, который я, скажем, настойчиво вам предлагаю. Но трудно переоценить то, что он дает. И сегодня поговорим об одном нюансе. У нас довольно часто в работе возникает необходимость сдвижения либо по шине измерительной этого упора, буквально на 2-1 мм. Либо может такая же возникнуть ситуация и со сдвижением вдоль лезвия. С чем это связано? У нас это связано с толщиной кромок, которую мы используем, и с зазорами между фасадом. Дело в том, что у нас там в основном всплывают три значения. 0,5 мм, 1 мм и 2 мм. Ну, мы сегодня поговорим об одном и двух миллиметрах. О 0,5 я пока не готов говорить. Итак, классические случаи. Это у нас стоечка, это у нас фасад. Фасад, как известно, по отношению к стоечке будет располагаться вот так. Это зазор наш сверху и снизу. Он обязан быть. Значит, когда мы отбиваем, в данном случае здесь, ответные планки, что мы делаем? Переворачивая на следующую деталь, чтобы быстро работать. Представляете, здесь разметки нет, чтобы сдвинуть на 2 мм. А потом самое главное, еще и вернуться в исходное положение. То есть, это проблематично. Поэтому, естественно, нам, чтобы этот центр у нас не ушел вниз на 2 мм, нам что-то нужно делать. Я предлагаю вот такое вот решение проблемы. Мы берем кнопочку нашу и устанавливаем внутрь. У нас здесь 2 мм. Таким образом, мы здесь, отбив ответные планки, устанавливаем уже с зазором предсказуемым. Ничего здесь не перестраиваем. Это дело нескольких секунд. Вынимаем кнопочку нашу. Она довольно плотно здесь сидит. И все. Работаем дальше. То есть, суть не конечная. У нас их есть 2 кнопочки. Есть пятерочка и восьмерочка. У восьмерочки шляпка 18 мм. Схема такая. Мы берем нашу кнопочку 16 мм. Погружаем в массив. И фактически она находится у нас вот в таком положении. В таком положении она дает, допустим, выступает на 1 мм. Это кнопочка. Следующий диаметр у нас 18 мм. И следующую кнопочку, она соответственно на 1 мм выше. То есть, здесь уже будет зазор 2 мм. То есть, 2 кнопочки нам дают, одна на 16 мм будет давать 1 мм зазор быстро и предсказуемо. И вторая кнопочка, которую мы садим, будет давать на 2 мм зазор. Таким образом, это довольно быстро, да. То есть, вот мы установили кнопочку. До конца ее сдвинули. Здесь сейчас плотно. Все, мы имеем зазор. Причем на обе стороны. То есть, ее хватает. Нам не нужен. Мы ее удалили. В общем, получили достаточно быстро искомый результат. Вот такая, в общем, идея у меня для нашего сдвижного упора. Всем спасибо. До свидания.